В Нерингле 20 воспитанников республиканской футбольной школы почувствовали недомогание после ужина в школьной столовой. Часть из них госпитализированы. Как было организовано питание в интернате, расскажут наши корреспонденты. 25 октября утром после тренировки воспитанники школы футбола один за другим почувствовали недомогание и обратились за помощью к своему медику. Выяснилось, что последний прием пищи у ребят был накануне вечером. Жаркое с огурцом, с волосольным, пирожок с яблоком, чай, компот. После того, как мы поужинали, вроде у всех все нормально было, а на следующий день всем плохо стало. Кто-то даже в школу не пошел. У меня просто где-то в этом месте болело. Кручево. Жалобы одни и те же, боль в животе и жидкий стол. Температуры ни у кого не было. В интернате, который сдали в прошлом году, пищеблок не работает в связи с оформлением документации. Поэтому питание воспитанников организовали на базе столовой школы номер 15. Пятиразовое питание по договору осуществляло ООО «Арбат». К сожалению, директор этого предприятия на наш телефонный звонок не отозвался. В тот же день территориальным отделом Роспотребнадзора по Нерунглинскому району, Центром гигиены и эпидемиологии была проведена проверка обстоятельств произошедшего. По итогам действительно был установлен факт пищевого отравления. Сейчас ведется полномасштабное расследование. Проводится бактериологическое и вирусологическое исследование. Были проведены расследования по пищеблоку 15-й школе, на базе которой проводилось, осуществлялось питание с отбором проб. И было проведено обследование непосредственно самой футбольной школы. На текущий момент все отобранные пробы проводятся силами лаборатории Центра генопедемиологии. Также отобраны пробы на вирусологические исследования будут отправлены в город Якутск. Пока предварительных результатов на текущий момент нет. После сигнала от главного санитарного врача района в спальный корпус спортивной школы незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи, специалистов Нерунглинской центральной районной больницы. Все воспитанники, живущие в интернате, были тщательно осмотрены. И вчера вечером 7 из них госпитализированы в инфекционное отделение Нерунглинской ЦРБ. 48 детей остались на месте. Мы там развернули обсервационный госпиталь. Организовали два медицинских поста, сельсинских, и оставили дежурного врача-педиатра. Ведутся обсервационные листы наблюдения. При малейшем ухудшении состояния дети будут также госпитализированы в инфекционное отделение. Состояние 7 детей, находящихся в инфекционном отделении, удовлетворительное, стабильное. Ухудшения нет. Напомним, что в республиканской детско-юношеской футбольной школе города Нерунгли обучается 70 человек. Это ребята со всех уголков республики, прошедшие строгий отбор, в том числе и по здоровью. В спальном корпусе живут 55 человек. Кроме одного нерунглинца все остальные иногородние. Работники спортивной школы в недоумении от случившегося уверяют, что в учебном заведении соблюдаются все нормы гигиены. В сегодняшний день вы сами видите ситуацию, что едят яблоки. Вчера уже ходили на обед половина, половина ходили на ужин. Мы сами видите, в каких они условиях живут и какую палочку, что можно подцепить. Мы сами в недоразумении. В данное время в школе футбола объявлен карантин. Учебные и тренировочные мероприятия приостановлены. Воспитанники питаются столовой спального корпуса, где была организована доставка готовых горячих блюд в одноразовой посуде. На данный час точный диагноз отравившимся пока не установлен. Полномасштабное расследование продолжается. Ожидаются результаты бактериологических и вирусологических исследований. Мы следим за развитием событий. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК Саха, Миринги.